Русские новости Экстрим Экстрим это значит, что все мы экстремисты, все русские являются экстремистами и против них направлена так называемая правоохранительная система На самом деле эта система правоискривительная Я побывал на очередном суде у Юрия Якишева, которого судят по второму разу, по одному и тому же событию По публикации в каком-то там неизвестно каком году, не позднее, как они пишут, 24 января 2016 года Опубликована картинка, которой больше 100 лет Там изображен такой казак, у него из-под фуражки такая прядь Высовывается в такой вот характерный, по крайней мере для столетней давности, характерное изображение казака Такой рисуночек И этот казак, такой хворостинкой, лупит какое-то существо У него под хвостом шестиконечная звезда нарисована Такое существо карикатурное И надпись такая, сейчас точно не припомню, где-то так вот Русской хворостиной, подлую скотину Или что-то в таком духе, чтобы эта гадина больше нам не гадила О чем идет речь, естественно понятно, что это контекст столетней давности Ну конкретно какие-то, как я понимаю, то ли какие-то вот враги Какие-то враги, скажем, православной веры, казаки, естественно, опора православия Здесь какое-то вот такое гадостное существо Ну специально как карикатура, русский лубок Изображали врагов Отечества Ну тогда еще не было Первой мировой войны Там, очевидно, там изображали немцев, турок, австрияков С разными такими нелицеприятными образами Ну и здесь вот враждебный православию Ну некое такое вот обобщенное существо, обобщенный образ Вот, и якобы в сети ВКонтакте, в своей группе Юрий Анатольевич Екишев Вывесил вот эту картинку, ничего, конечно, не доказано И в процессе первого расследования человека арестовали за картинку Ну картинку, вот я публикую какую-то картинку, меня берут и сажают в тюрьму Я сижу полгода, полгода, а они там якобы что-то расследуют Что расследовать-то? Что расследовать? Расследовать можно только одно Я поставил эту картинку или нет? И эта картинка является какой-то вредоносной или нет? Что у нас Екишев какой-то рецидивист, убийца Чем опасен он обществу? Его сажают в тюрьму Опасен он был только одним Своей общественно-политической деятельностью, своей позицией Это позиция абсолютно достойного человека Православного, консервативного И именно это и не нравится нынешней правоискривительной системе Я уверен, что в этом безобразии участвовал ФСБ, господин Бортников Вы преступник государственный, поскольку занимаетесь такими грязными делами И вот эти люди, им было поручено любыми средствами посадить Екишева в тюрьму Вот они любыми средствами набрали какие-то там публикации Многолетней давности И объявили их экстремистскими Причем не просто объявили, а объявляли Долго и мучительно Они полгода собирали якобы какие-то доказательства Ну не было никаких доказательств Они полгода собирали доказательства А потом почему-то решили, что вот то, что они предъявили в виде картинки Повод для задержания, ареста, продления Содержание под страшу Вот эта картинка с этим казачком, с хворостиной и с этой гадиной Ну какая это гадина, да? Вот в этой гадине эксперты увидели образ еврея Там написано было, как эксперт Громова Из экспертного института, как он там назывался Сейчас посмотрим Вот это так называемая экспертиза Экспертно-криминалистический центр МВД России То есть люди абсолютно зависимые Работающие на ту же самую систему Экспертно-криминалистический центр И эксперт Эксперт Громова Исследование провела Подписал заместитель начальника Полковник полиции Савенко Это было еще в марте 16-го года То есть держали под стражей человека Вот из-за этого бреда По нему я написал экспертное заключение Тогда оно поступило в дело Но в какой-то момент Следователи взяли и убрали это все дело Из обвинительного заключения Убрали и сказали У нас по территориальной подследственности Не подходит Мы в другое место отправим Это вот с картинкой Потому что Якишев в тот момент Когда картинку публиковал Он на какой-то другой квартире находился Какое это имеет значение? Уголовное дело возбудили? Продолжайте Тогда передайте это уголовное дело В другую инстанцию Нет, они заново возбудили уголовное дело И как только И тоже не расследовали Почему не расследовали? Я услышал на суде А потому что Якишев в тюрьме сидел То есть он недоступен для того Чтобы следственные действия предпринять Надо было его выпустить И в тот же день арестовать Здорово вы ребята устроились И заново уголовное дело И срок, процессуальный срок Полгода вы можете держать под стражей С какой стати, на каком основании И вы арестовали? Да никакого основания нет Просто взяли и арестовали И полгода хотим держать Почему заново-то? Почему заново? По той же самой картинке Мало того, что по той же самой картинке К тому же самому эксперту обращаются Чтобы он заново сделал экспертизу Вы думаете, заново эксперт Вот это Громова делает экспертизу Кандидат филологических наук Картинку оценивает Без всякого понимания, что там нарисовано Без всякого исследования Так этот эксперт Громова Этого криминалистического центра Экспертно-криминалистического центра МВД Просто один в один берет свою собственную экспертизу Поправляет несколько слов И снова это становится основанием Для задержания человека Что из этого следует? Ну, во-первых, все это представляется в суде Судья Тимиряевского суда города Москвы По фамилии Галкин Он делает, что он ничего не понимает Что он не понимает, что человек сидит За свои взгляды, во-первых Во-вторых, он посажен вторично За одно и то же Следствие идет по тому же самому основанию По которому он был посажен Следственный изолятор Он делает вид, что он не понимает Жалобы адвоката Светланы Игоревны Добровольской Которая говорит Вы же за одно и то же Его посадили в тюрьму Он сидит, лишен свободы Незаконно Он полгода, которые положены По прошлому уголовному делу Он уже отсидел А вы его заново сажаете на полгода Тогда что из этого следует? Тогда любого из нас Можно вообще посадить Навечно, на пожизненное Если нет сроков давности Совершенного правонарушения Мало того, что никакого правонарушения не было Но еще и вот этот аспект Допустим, было Допустим, хотя этого не было Допустим Но это значит, что по одному и тому же Так называемому правонарушению Можно бесконечное количество раз Сажать человека в следственный изолятор Бесконечное количество раз Если можно два, значит можно три и больше Вот Юрий Анатольевич Якишев Сидит под стражей Абсолютно незаконно Второй раз По тому же и самому эпизоду И по воле того же самого человека Эксперта Громовой Которая даже не удосужилась Как-то заново взглянуть на ситуацию Хотя бы прочесть мою экспертизу Которую разнесла в пух и прах Ее глупости и подлости Ну, как человек там На какой-то карикатурке Видит изображение еврея И говорит, что это животное Или полуживотное Получелек Это и есть образ еврея Ну, в своей экспертизе Я говорил Это Получается, что это Не только русофобия Против Якишева конкретно Но это еще и антисемитизм Это все вместе Свалено в кучу Это абсолютное невежество Какие-то комплексы Которые превратились В бред сивой кобылы Написанные Экспертом Громовой Мне адвокат Юрий Якишева Светлана Добровольская Предлагает снова написать Экспертизу А фактически у меня все написано Значит я просто возьму свою экспертизу Я только там напишу Что эксперт Громова Совершила подлог То есть вместо проведения Экспертизы Экспертного исследования Она взяла Экспертное исследование По другому делу И положила в основу Нового дела Как это может быть Это еще и выгодно Оказывается Вот так фальсифицировать дело То есть заниматься Самоплагиатом Ну представьте себе Если я Двум разным издательствам Продам свой текст Своей книги И получу гонорары Вдруг в разных местах Ну это даже в таком На таком уровне Кажется бесстыдным И это жульничество Это преступление Это мошенничество А уж когда речь идет О свободе гражданина Это наглое преступление Это использование Своего положения В личных целях Чтобы получить Второй гонорар За ту же самую работу На самом деле Не сделанную работу Потому что это не экспертиза Это бред сивой кобылы Когда Вот эта кобыла Нам начинает разъяснять Например Что такое хворостина Дает Вот Ничтоже сомняшусь Дает выписки Из словарей Что такое хворостина И что такое скотина И так далее То есть каждую букву Она Эта дама Громова Описывает Как будто мы этого Не понимаем Зато все Пересыпает все исследование Какими-то терминами Которые абсолютно Никому не нужны Вы для чего Делаете экспертные исследования Термены для вас нужны Для вашей деятельности А для того Чтобы в суде Чтобы суд понял И следствие поняло О чем идет речь Надо изъясняться На русском языке Вот эксперт Громова И ее начальство Видимо на русском языке Изъясняться не хотят Потому что Тогда подлость И непрофессионализм Сразу становятся ясны Когда я изъясняюсь На русском языке Реагирую на все это Подлость видна Совершенно видна Но это дело Еще будет продолжаться И я к нему Еще вернусь В русских новостях А скажу еще Что дело продолжается Еще в Сергием Посаде Я выступал там В качестве эксперта И вот здесь пишут Пишут о том Что там дело тоже продолжается Против Атамана Турухина Тоже совершенно Бесстыдная Бессовестная экспертиза Некий Иудей Осадчий Пишет Абсолютно Антиправославную Гнусность Донос Вместо экспертного заключения Которое от него требовалось Он просто Создает Текст Навета Ложного доноса На Атамана Турухина И вот мне пишут 19 марта сего года Свежее это все В Сергием Посадском Городском суде Состоялось очередное Судебное заседание По обвинению Атамана Сергием Посадской Казачьей общины Турухина Павла Куприяновича В преступлении Предусмотрено 282 Часть 1 Турухина судят За краткую речь Произнесенную им На крестном ходе По освобождению России От сатанизма И коррупции Которое прошло Еще в 2014 году Четыре года уже Прошло Братцы А нас вот так Видимо у нас уже Нет У нас По жизни Теперь будут судить Потому что Что бы мы ни сказали Оказывается экстремизмом Все что ты говоришь За русских Оказывается Это возбуждение Морозник Не русским А не русские Это какая-то Вот такая Социально-профессиональная Национальная группа Это конечно Бред Ничего этого в законе нет У нас они по закону судят И по закону возбуждают Эти уголовные дела Идет геноцид Русского народа В нем участвуют МВД Следствие Судьи Эксперты Ну вот эксперты Наиболее наглая И подлая категория Которая появилась Вот сейчас Их используют Для того чтобы Опираясь на их Ложные экспертизы На фальсификации Экспертиз Выносить Неправосудные решения А судьи И следователю Наплевать Что там написано Абсолютно Они читают только выводы Они читают выводы А насколько эти выводы Обоснованы Им неинтересно Им даже неинтересен Принцип Презумпции невиновности Есть один эксперт Он говорит одно Я другой эксперт Я говорю другое А судья Вместо того чтобы Трактовать в пользу Все сомнения В пользу подсудимого Трактует против подсудимого Что это такое Это судебная система Вы голосуйте дальше За Путина Голосуйте Голосуйте Вас когда посадят Тогда будете скулить На основании Психолого-лингвистической Экспертизы Сделана В ГБУ МИЦ Такая контора Есть под эгидой Экспертно-криминалистический центр Под эгидой МВД А это под эгидой Минюста То есть они тоже Зависимые Экспертиза Созданная для того Чтобы фальсифицировать дела Там МВД фальсифицирует Здесь Минюст фальсифицирует Так вот Это ГБУ МИЦ Привлекла К экспертизе Некоего М.А. Осадчева И он 19 марта Прибыл В суд Для того Чтобы подтвердить Данные Якобы Полученные им На основании Экспертной Экспертной Деятельности Я вам еще скажу Что вся экспертиза Его Посвящена вообще Не выступлению Турухина Выступлению Турухина Посвящен Один абзац Половина текста Из которого По площади Занимают Вырванные из контекста Слова Даже не цитаты А слова И Турухина судят Даже не за слова А за половинку слова Он позволил себе Применить термин Жидо-большевики И его Судят Не за контекст О чем он вообще говорил Не за вот это слово Которое носит Политический характер Жидо-большевики И это слово Широко Использовалось В пропаганде Белого движения В гражданскую войну Не это слово Используется А только Первая его часть И никто не анализирует В целом текст А вот эта часть Вот только эта часть Жи-до-большевики И вот эта часть Считается Возбуждением розник Некой Никогда не существовавшей И не проявившей себя В группе Евреи и Иудеи Нет такой группы Через черточку написано В других исследованиях Через косую черту пишут Здесь через черточку Ну нет такой группы И ни один еврей Не возбудился Возбудилась Только вот эта Подлая система И негодяй Асачи Которому Поручено было Возбудиться Господин Коновалов Из глава Минюста Вы вообще-то Я припомню Публиковались Даже в таком журнале Там Имперское возрождение Или имперское наследие Я не помню Вы же были вроде как Приличным человеком До того Как вас назначили А теперь вы Возглавляете Негодяйскую структуру Подлецам Поручаете Писать Вот всю эту Ахинею Антинаучную И русофобскую Вот привлекаете Какого-то Не знаю Евро-иудея Иуда-еврея Или просто Какую-то Гадину Асачева Для того Чтобы Людей сажать В тюрьму Вы с ума сошли Вы были Приличным человеком Перестали им быть Это значит Что Все зависит От должности Дали должность Стали подлецом Так что ли Господин Коновалов Ну и вот Асачи Прибывает Эксперт ГБУ МИЦ В ходе судебного Разбирательства Выяснилось Что показания Из большинства Свидетелей Обвинений Выбивались В местном УВД Угрозами и насилием Что неопровержимо Свидетельствует О криминальном Противоправном Характере Возбуждения Против Трухина Уголовного дела Однако Как ни странно Судья Серегово-Пасадского Суда Баранова Вопреки действующему Законодательству Упорно преследует И судит Трухина За слова Не обращая Никакого внимания На насилие И побои Которым преступники В погонах Стремятся Обеспечить Отправление Якобы правосудия Кривосудия Судья Баранова Демонстративно Публично Всецело Занимает сторону Обвинения Не только Не стремясь Вникнуть в суд Дело Но и грубо Откровенно Препятствуя Обвиняемому И стороне защиты Осуществлять Свои элементарные Конституционные Права в суде Я подтверждаю Это Я был в этом суде Я выступал Как эксперт Стороны защиты Со стороны Трухина И судья Баранова Делала все Чтобы осложнить Мне само выступление И обесценить Меня как эксперта Судья Баранова Полагает Что психолог и лингвист Должны заниматься Вопросами Этнополитики Истории Политического символизма В чем они Абсолютно ничего Не понимают Ну и вот Господин Асачи Кроме подлости В нем нет ничего Это главное Его профессиональное Умение Поэтому Судья Баранова В которой тоже нет Никакого профессионализма Кроме подлости Связанной С занимаемой должностью Нет ничего Поэтому Она Меня не желает Слушать Только терпит Потому что Процессуальный кодекс Не позволяет Меня перебить И то Меня перебивали Многократно И говорили Я требую Чтобы вы отвечали Да или нет На вопросы Да я не собирался Этого делать Поскольку Закон Мне предоставляет Право Развернутого Ответа Если я считаю Это необходимым И вот Это судья Баранова И эксперт Асачи И следователи Которые вели Это дело Доносчик Который опубликовал Этот видеоролик Прямо провоцируя Полицаев Чтобы они Задержали Турухина И затеяли Вот это Безобразное дело Русскости А некоторые термины Которые мы используем Они являются Традиционными Для русского языка И вот Всем кто сталкивался Что мне пишутся С судебными разбирательствами По так называемой Русской статье Известно Что никакого Настоящего суда В подлинном смысле слова По этим статьям Практически 280 282 Никогда не бывает А есть просто Процессуальное Судебное Оформление Мнения Неких закулисных Подчеркиваю Руссофобствующих А зачастую И богохульствующих Элементов Экспертизы Которых Безоговорочно Принимаются Судами Как истина В последней инстанции И вот 19 марта В городской Серго-Посадский Суд Прибыл эксперт Осачи И безапелляционно Подтвердил Что слова Сказанные Турухиным Три с половиной Года назад Являются Уголовным Преступлением Безусловно Осачи Не является Юристом И возможно Даже И не подозревает Что его втянули В преступную Антиконституционную Экстремистскую Деятельность Его действующее Законодательство Вообще Не предусматривает Возможности Уголовно Преследовать И судить Человека За слова При отсутствии Иска О зачисте Чести И достоинства При полном Отсутствии Потерпевших Униженных Оскорбленных И так далее Молодой человек 85-го года Рождения Господин Осачий С яркой Ближневосточной Внешностью Нелишенной Утонченности Как пишут Я бы написал По-другому Северного Посадского Горского Суда Из богоизбранных Тихо Прошелестело По рядам Присутствующей В зале Публики Мне почему-то Автор пишет Сразу вспомнились Пассажиры знаменитого Пломбированного Года Приемовших С Лениным Ну дальше идет Некая такая Лирика И я не буду Ее повторять Вошедший в зал Занял место За кафедрой Приготовился Отвечать Вся полемика Велась Вокруг Пресловутого Слова Жиды Производимых И производных От него Выступая На крестном ходе Турухин Негативно Без должной Любви И любезности Высказался О жидобольшевиках Что повлекло За собой Возбуждение Уголовного Дела По статье 282 Часть 1 И по мнению Осадчева Жидобольшевики Это евреи Иудеи По совокупности Национального Религиозного Признаков И кто их не любит Тот мерзавец Недочеловек И уголовник Страшное Преступление Турухина По мнению Осадчева Состоит в том Что в своей речи Турухин Представил Жидобольшевиков Как врагов Русских Православных Христиан Как лиц Представляющих Опасность Для русских Православных Страшное Преступление Турухина По мнению Осадчева Но нет Такой группы Которая В законодательстве Не предусмотрена Такой группы По совокупности Признаков Есть только Разные группы Есть группа Конфессиональная Есть группа Национальная То бишь Этническая Вот нет По совокупности Черт Не бывает Такой группы А здесь Еще про большевиков Речь Турухин Турухин Составляющая Политической Группы Но на это Просто Не судья Не Осадчий Бездарь И не Не обращают Внимание Зачем На это Обращать Внимание Мы будем Обсуждать Только Слово Жиды Вот они Его И обсуждают Обсуждают Что Оно Является Возбуждающим Где Хоть Один Возбужденный Осадчий Ну так ты и подай В суд Если ты Возбужденный Нет Никто Не подавал Возбуждены Люди Которые Не Присутствуют В суде А вот Все эти Марионетки Которые Поставлены В судебный Процесс Они просто Исполняют То что Им сказано То есть Продолжают Русофобию И геноцид Русского Народа Судья Баранова Эксперт Осадчий И все Остальные Это люди Совершающие Государственные Преступления Геноцид Русского Народа Они в нем Соучаствуют Ответят Когда-нибудь Я уверен Что ответят Почему Очень скоро Ну Дальше Я не буду Цитировать Статью Написал Журналист Видимо Дмитрий Не знаю Дмитрий Лозов Прислал Такую На электронную Почту Кому-то еще Видимо Прислал Кроме Меня Но Мы видим Что Геноцид Продолжается И он Не прекращался Несмотря на Выборы Некоторые Думали Может быть На выборах Какое-нибудь Послабление Или вот Выборы Закончились Ну Хватит Тоже Прессовать Те Кто Конечно Против Путинизма Который Тоже Организатор Вот Центр Русофобии И геноцида Закончились Выборы Все Те люди Которых Вы привлекли По 282 Для вас Уже Не опасны На выборах По крайней мере Не опасны Они не будут Заниматься Уже Избирательной Компанией А закончилась Нет Они не отпустят Они не отпустят Они будут продолжать Своё грязное Чёрное Дело Поэтому Если мы не консолидируемся Если мы не выступаем За своих Если мы не распространим Информацию Об этих негодяях То ничего и не будет Вы думали За два месяца Мы возьмём И сломим Этот русофобский режим Нет Если вы не прикладываете Усилия годами Они же прикладывают усилия Они-то постоянно Прикладывают усилия А вы только на выборах Не получится Не получится Мы тоже должны Всенародно Прикладывать усилия К тому Чтобы русофобская власть Была отвергнута Также всенародно Хором Одним с криком И они слетят А если мы будем Все в разнобой Кто-то там В коммунисты пошёл Тоже русофобы Кто-то там В левый фронт Который весь пропитан Агентурой Кремля Всё Тогда не будет Тогда не будет Тогда народного мнения нет Тогда вот вам Ваши Меньше 12% Вот всё Ходите вы Это не результат голосования Это сколько вам Решили выделить Вот вам С барского плеча Вот столько Бросили Вот Вот чего вы стоите 12% На самом деле Мы как русский народ Объединившись И создав политические структуры Мы гораздо сильнее Мы гораздо сильнее Мы достойны того Чтобы создать Русское национальное государство Вышвырнуть Всех этих Либералов Всех этих Казнокрадов Всех олигархов Отнять у них Всё что они отняли У нас Вернуть 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 и приумножить Один из лозунгов С которым мы Русское национальное движение Выходим на наши митинги И шествия Вы должны участвовать в этом В митингах В шествиях В пропаганде В том Чтобы защищать своих Приходить на суды Отстаивать нас Распространять информацию Об этих судах Называть Негодяев Негодяями Русофобов Русофобами Соучастников Геноцида Которых я называю Называть их по именам И давать оценку Их негодяйской деятельности Этим надо заниматься Постоянно Постоянно Конечно в меру сил Мы все озабочены Тем, чтобы добывать хлеб Насущный Но наш хлеб Насущный Может просто исчезнуть Для следующих поколений И вот этот Весь наш труд По самообеспечению Окажется просто Соучастием В геноциде Который Реализуется до конца И наш народ исчезнет Все идет именно к этому Поэтому Либо русская власть Либо геноцид Выбирайте Если русская власть Тогда вы участвуете В русских национальных организациях Поддерживайте Всеми возможными силами У кого чего есть Кто-то приходит на митинг Кто-то флаг держит Кто-то листовку распространяет Кто-то работает в социальных сетях Создает группы Региональную сеть Мы всех приглашаем В нашу партию Великая Россия Будет партия Национально-патриотические силы Туда Монархическое движение Вот все мы должны Сплотиться Русские традиционалисты Те кто Хочет, чтобы государство сохранилось Суверенитет был восстановлен Олигархи уничтожены Все должны сплотиться И защитить В том числе и наших политзаключенных Владимира Васильевича Ковачкова Его соратника Юрия Екишева Вот Казаков Которые судят ИГПР ЗОВПа По их делу Барабаш Парфенов Соколов И Мухин Получил условный срок Тем не менее Надо защищать Своих А таких дел Полно Полно О них просто Многие не знают Не слышат Я стараюсь В русских новостях Их озвучить Но ваше дело Кто смотрит Учитывать это Распространять информацию Хотя бы этот ролик Ссылки-то Раскидайте по своим знакомым Чтобы знали люди Что творится в судах И как уничтожают Лучших русских людей Как выбивают Из наших рядов Самых Опытных И успешных Организаторов Самых верных людей И надо Готовиться Самому Тоже Чтобы самому Превращаться В это сообщество верных Тогда мы добьемся победы Тогда и будет у нас Русская власть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok